МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите персональный акцент. Президент страны Игорь Дадон раскритиковал решение Кабинета министров о числе избирательных участков в России. По мнению главы государства, решение правительства об открытии всего 11 участков на территории России можно расценивать как преднамеренное ограничение избирательных прав граждан Республики Молдова. Глубокое возмущение решением Кабинета министров об открытии на территории Российской Федерации всего 11 избирательных участков в преддверии выборов парламента страны выражает и партия социалистов Республики Молдова. Об особенностях предвыборного периода не только поговорим с сегодняшним гостем программы, исполнительным секретарем партии социалистов Владом Батринча. Здравствуйте. Здравствуйте, Санислав. Для начала такой общий вопрос, но тем не менее, на него, в зависимости от ответов на этот вопрос, можно опираться и в дальнейшей нашей с вами беседе. До начала предвыборной кампании остается, в общем-то, не так много времени, практически всего неделя. Как проходит подготовка к этому периоду партии социалистов и как вы оцениваете тот фон, который сегодня существует в республике? Уже какие-то обмены политическими колкостями, какими-то политическими, будем говорить, пикетированием, мы уже видим, мы наблюдаем как журналисты. Тем не менее, на вашем политическом уровне ощущение фона подготовки к парламентским выборам? Ну, де-факто можно отметить, что предвыборная кампания проходила весь 2018 год, в том числе и на правом фланге, так называемые блокирования, обсуждения, так называемые фильтры, где одни сомнительные люди фильтровали других сомнительных людей. Это уже были скрытые формы проведения предвыборной кампании. Предвыборная лихорадка весь 2018 год ощущалась и в действиях власти, в действиях демократической партии. Так, например, вот эти все их программы, там, Дромульбуни и так далее, как будто эти программы не должны были каждый год ощущаться, начиная с 2009 года, как будто хорошими дорогами надо заниматься лишь в предвыборный год. Это предвыборная суета власти в попытке продемонстрировать повышение заработных плат и пенсий, что вызвало еще больше технических, финансовых проблем, учитывая вот эту вот всю предвыборную спешку и допущенные Минфином ошибки. Можно приводить еще большое количество других примеров, таких как появление в 2018 году и так называемых партий спойлеров и независимых кандидатов спойлеров. Поэтому вот эти самые предвыборные колкости, о которых вы говорите, попытка перетягивания до предвыборного каната, она происходила уже довольно давно. Но что касается партии социалистов, мы в принципе всегда готовы к выборам, потому что партия социалистов это единственная партия, которая работает системно, у которой есть классические методы работы, есть партийные структуры во всех территориях республики. И постоянно проводится деятельность, проводятся десятки мероприятий, это не только сотни протестов и митингов, но это и текущие мероприятия согласно календарного плана. Поэтому мы всегда готовы к выборам, мы всегда мобилизованы и мотивированы. И уже начиная с августа-сентября мы готовим более 10 тысяч людей, которые будут обеспечивать законность выборов на более 2 тысяч избирательных участках, как в Молдове, так и за рубежом. У нас большое количество людей вовлечено в работу всех наших структур на всех уровнях, поэтому для нас проведение выборов это процедура уже вполне четкая, понятная. И мы всегда готовы не только к участию в выборах, но и к получению адекватного результата. Хочу сказать, что в 2016 году победа на президентских выборах ни в коем случае не являлась каким-то случайным событием. Это был результат четкой системной работы всех структур партии. Что вы ожидаете от предстоящей компании, к чему надо быть готовым и партии, и в общем-то самим нашим своим согражданам? Компания будет очень жесткая. Она будет отличаться огромным количеством технологий, привезенных с Запада. Огромное количество так называемых экспертов, технореи в проведении компании. Конечно, она будет отличаться большим количеством манипуляций и большим количеством технологий по попытке воздействия, так скажем, на массовое сознание. Ну и, конечно же, компания будет очень жесткой, в том числе и потому, что Молдова действительно находится на очень важном рубеже. Для нас эта компания – это последняя попытка сохранить, вернуть Молдове ее суверенитет, ее независимость, вернуть Молдове самостоятельную политику, вернуть Молдове экономику. Потому что все, что происходило на протяжении последних десяти лет, нельзя назвать никак иначе, как разгосударствление Молдовы, лишение ее государственных атрибутов. Это мощнейшая атака на фундамент нашего общественного сознания. Здесь не только традиционные ценности, здесь не только православие, но здесь, конечно же, и вопросы из области истории, культуры, политической и исторической самобытности нашей страны. И что также очень опасно, за последние десять лет был нанесен целый ряд ударов по нашей экономике, в том числе и подписание соглашения об ассоциации. То, что практически подрубило основы для молдавской индустрии, сельского хозяйства, для молдавского бизнеса. Поэтому для нас, социалистов, предстоящие выборы, это последний шанс для нашей республики, последний шанс для наших граждан. Потому что просто других шансов уже не будет, так как ушли очень многие предприятия с молотка, и наше государство просто может уйти с молотка. Я рекомендую просто всем гражданам Молдовы ознакомиться с динамикой экономических показателей, макроэкономических, выросший в разы внутренний долг, выросший в разы внешний долг республики Молдова. Для нас это последний шанс вернуть Молдове самостоятельный путь. Любая другая власть лишь продолжит падение, финансовую пропасть, и дальше Молдова будет стоять на коленях во всех западных канцеляриях в поисках финансирования, кредитов, долгов и так далее. Мы, социалисты, это единственная сила, которая четко видит, как Молдова может самостоятельно развиваться. И мы готовы уже на второй день этих выборов предложить начать строительство и начать строительство и государственное, и экономическое, и социальное. И в данном случае для нас, социалистов, очень важно, чтобы предстоящие выборы принесли подлинные перемены в жизни страны. Хотел бы себе позволить такую ремарку, сказать ее в адрес тех, кто считает себя адептами такого строгого развития Республики Молдовы, ее экономики и политики строго на запад. Буквально недавно экономисты подвели итоги цифрами экспорта в страны Евросоюза и увидели конкретное падение. То есть образовалась тенденция по снижению экспорта в страны ЕС. Это продиктовано и возможностями страны, сформировавшимся в этих условиях, и самим рынком, который не готов принимать молдавскую продукцию в том виде и в том количестве, которое мы готовы производить. Это такая ремарка. Но если вернуться опять же к теме выборов. На этой неделе партия социалистов провела пресс-конференцию, на которой вы обратились в адрес правительства о предоставлении избирательных участков пропорционально тому количеству наших с вами сограждан, которые работают и проживают в этих странах. И вот сегодня стало ясно, что правительство проигнорировало эту просьбу. И вот в той же Российской Федерации будет 11 избирательных участков. Хотя, в общем-то, насколько мы знаем, допустим, если подсчитать количество живущих и работающих в Италии, то это в разы не сопоставимо с тем, сколько наших с вами сограждан работают в Российской Федерации. Ваш комментарий это? Ну, во-первых, тоже отвечу в начале ремарка и на вашу ремарку. Никуда Республика Молдова не двигается, и нет никаких адептов в движении на Запад, и есть некая пропаганда. А на самом деле адепты, апологетика прозападная, она предусматривает продвижение каких-то четких, внятных, понятных аргументов, какие-то модели программы развития. Убедительных, прежде всего, моделей. Никакой внятной, четкой программы развития ни один из так называемых проевропейских политиков за эти 10 лет не представил. Людей очень долго кормили завтраками, мифами в реальности. Никто из этих граждан, политиков, не смог внятно никогда объяснить ни экономической, ни социальной перспективы наших граждан в этом движении на Запад. Европа четко говорит о том, что расширения Евросоюза на восток не будет. Никогда никто не рассматривал Республику Молдова в качестве члена Европейского Союза. Это, опять же, повторюсь, лишь часть мифов, часть пропаганды, которой занимался режим на протяжении последних 10 лет. Основная беда Молдовы, то, что у нее отсутствует как таковое свое внутреннее развитие. И самое главное, мы не устаем повторять о том, что нет собственной экономики, а без собственной экономики мы не двигаемся никуда, мы стоим на месте. Что касается открытия избирательных участков за рубежом, все очень просто. Мы провели пресс-конференцию, на которой мы потребовали применение единственного возможного принципа при формировании этих участков, соблюдения принципа пропорциональности нахождения наших граждан за рубежом. Для нас, как для партии, с наибольшим доверием, наибольшей поддержкой граждан, для нас абсолютно важно, чтобы выборы прошли максимально корректно, максимально правильно, правильные, чтобы их результаты были максимально объективными. Обеспечить это в условиях, когда так грубо нарушаются права, конституционные права сотен тысяч наших граждан, которые работают на Востоке, высылают половину денег из всех тех отчислений, которые делают наши мигранты за рубежом, это грубый антиконституционный демарш, он очень серьезным образом ставит под вопрос легитимность происходящего процесса, вот сейчас выборы и легитимность результата выборов. Нельзя в России, где находится и трудится более полумиллиона наших граждан, невозможно там открыть участков меньше в разы, чем в Румынии, либо меньше в разы, чем в той же Италии. Это наши граждане, это граждане, которым государство обязано обеспечить их конституционные права, и в первую очередь право быть избранными. Никакого оправдания, никакой аргументации действиям правительства, действиям властей сегодня нет и быть не может. По одной простой причине, что они пытаются говорить о каких-то предварительных регистрациях. Во-первых, предварительная регистрация провалилась и на востоке, и на западе, и на востоке. По одной простой причине, что люди не проявили массового желания регистрироваться. Но в то же время это очень сомнительный процесс, потому что государство обязано обеспечить реализацию права людей голосовать. Но это право, а не обязанность, а обязанность гражданина. Обязанность государства обеспечить это право, соответственно, решать, сколько открывать участки в Российской Федерации ни у кого в Молдове, в руководстве Молдовы. Абсолютно нет. И в данном случае применять еще принцип открытия этих участков заведомо там, где нет концентрации наших граждан, это опять же нарушение. Мы призвали открыть около 100 участков в Восточной Европе, в СНГ, около 100 участков в пространстве Западной Европы, на Европейском континенте, и около 30 участков в Североамериканском континенте, США и Канады. Мы представили этому цифры, и официальные, и неофициальные, которые дают примерную картину нахождения наших граждан в этих регионах. И мы видим, что правительство грубо проигнорировало предложенные социалистами принципы. Самое главное, они привыкли идти по принципу даже не политическому, а геополитическому в открытии избирательных участков за рубежом. Мы сегодня заявили о том, что данный процесс будет обжалован в консуанном суде и обжалован в международных структурах. По одной простой причине, что все и мировое сообщество, но самое главное, и консуанный суд обязан дать оценку этому событию. И здесь даже наш управляемый консуанный суд не сможет найти аргументов, просто юридических консуанных аргументов в поддержку решения данного правительства. И мы всерьез намерены бороться за то, чтобы данное решение правительства было пересмотрено. Но успеет ли конституционный суд или захочет ли успеть он до выборов вынести свое решение? Не случится ли так, что потом, постфактумом, сохраняя лицо судей конституционного суда, который обладает двойным гражданством, о котором мы не раз говорили, сочтут, возможно, для себя вынести какой-то справедливый вердикт, но поздний? Ну, безусловно, у нас нет никаких иллюзий в отношении нашего конституционного суда. Мы прекрасно понимаем, что он находится в политическом кармане власти. Мы прекрасно помним все эти решения, когда конституционный суд создавал новые материи конституционные и подменял своими решениями сам текст Конституции. Но здесь вопрос в другом. Сейчас нет ни одного возможного даже юридического обоснования в поддержку того, что сделало правительство при открытии этих участков. Здесь даже вся их эквилибристика будет бесполезна. По одной простой причине, что есть абсолютное конституционное право граждан голосовать, избирать и быть избранными. И в данном случае государство обязано это обеспечить. Ни один конституционный суд не поможет здесь правительству. Ну и как минимум мы еще раз хотим продемонстрировать и гражданам страны, и зарубежным партнерам, в том числе и действия конституционного суда в данной ситуации. Тем более, что речь при открытии участков за рубежом, при обеспечении права граждан голосовать, речь идет о последующей легитимности выборов и о признании результатов выборов и в стране, и за рубежом. — Совершенно верно. Но вы говорили о том, что правительство, скорее всего, опиралось на какой-то геополитический фактор в своем решении о назначении таких пропорций распределения избирательных участков. Но как сделать так, чтобы все-таки, ну не знаю, понятно, конституционный суд, но тем не менее, каким можно было бы еще рычагом воспользоваться для того, чтобы повлиять на решение правительства? — Мы будем пользоваться всеми возможными международными рычагами, в том числе и через посредством ОБСЕ, Организации безопасности и сотрудничества Европы, в том числе и Советы Европы, в том числе и Европейский суд по правам человека. И мы уверены в том, что соответствующую международную реакцию мы здесь получим. Что касается геополитического характера принимающих решений, это уже очевидно и многим на Западе, бывшим нынешним партнером этой власти, что за последние 10 лет режим так называемый проевропейский, проевроатлантический, проамериканский режим в Молдове плевать хотел на тех граждан, которые не согласны с официальным курсом власти, плевать они хотели на демократические нормы, плевать они хотели на конституционные нормы, плевать они хотели на права людей. Они просто считают большинство граждан этой страны, которые не разделяют их официальный курс, они считают этих людей недолюдьми, считают этих людей интеллектуально-юридически отсталыми, политически отсталыми, и при попустительстве Запада, при игнорировании, как минимум официальном игнорировании западных структур, в Молдове нарушались права человека, в том числе и на доступ к информации, тут скандальный новый кодекс аудиовизуальных услуг, скандальный запрет российских телевидений, которые смотрели более 70% граждан Молдовы, несоблюдение прав граждан по принципу национальному, языковому, геополитическому и так далее, и дискриминация собственных граждан. Все это было все эти 10 лет, Запад всегда поддерживал эти правительства, но тем не менее, хочу сказать, что буквально последний год Запад наконец-то начал подавать какие-то первые, робкие, застенчивые, в начале, а уже к концу года и более решительные признаки жизни, что они существуют, и что даже в отношении лояльных им режимов они могут выходить с какими-то заключениями. Но в целом эта политика власти на последних 10 лет, она всегда поддерживалась и приветствовалась там, но наконец-то в Западе не начали понимать, что таким образом они лишь укрепили в Молдове институт антидемократических режимов. Вы знаете, я обратил внимание на то, как слабо в нашей прессе освещались события, происходившие в соседней стране, а именно наказание лиц, виновных в расстреле Семи Чувашевского. То есть те, кто в 1989 году пришли к власти именно на процессе противопоставления себя проевропейцев, про западников тем лидерам социалистического лагеря. И с одной стороны, смотрите, уже довольно большой срок прошел, в общем-то больше 30 лет, и с другой стороны вдруг неожиданно опять вернулись к этим событиям, и людей, которые в общем-то помогали реализовать западную концепцию соседней с нами страны, развитие соседней с нами страны, вдруг оказались на скамье подсудимых. Ведь это ведь должен быть таким хорошим сигналом для тех, кто так плотно прижался к телу западной идеи, кто считает, что западные державы, лидеры западных государств США, стран Евросоюза, всегда сумеют понять, оценить те шаги, которые проделываются, например, даже в нашей Молдове. Разворот страны в сторону Евросоюза и стран НАТО. То есть отрыв ее от традиционных рынков сбыта. И мне кажется, дело такое неблагодарное, судя по уроку, в румынского государства должен, наверное, быть получен и нашими политиками. Это нормальный, разумный результат для тех политиков, которые используют методы агрессии, методы переворотов. Переворотчики в истории, как правило, от переворотов, либо от каких-то военных сценариев и погибают, и уходят, и так далее. Поэтому это абсолютно справедливо, это нормально. Тот период, о котором вы говорите, в тот период перехода от одной эпохи к другой, стала понятна и одна технология, когда агрессивное меньшинство может диктовать абсолютному большинству свою волю за счет агрессивных, радикальных, экстремистских мер при молчании Запада. Есть хороший пример, но плохой с точки зрения содержания. Это бывшее югославское государство, красивая страна, страна, в которой жили хорошие, добрые люди, страна, которая развивалась. И где сейчас эта страна? Мы знаем примеры, когда признавался мировым сообществом, сепаратизм, такой как Косово и так далее. Знаем примеры, когда грубо вмешивались дела суверенных государств. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы боролись с двойными стандартами. А что касается Молдовы, здесь очень важно, чтобы мы ощутили, все граждане нашей страны важность нашего конституционного нейтралитета. Для Молдовы участие в каких-то таких радикально-глобальных процессах может быть просто судьбоносным в плане того, что мы себя можем просто потерять. И поэтому для Молдовы идеальная модель развития — это нейтралитет, это хорошие, добрые взаимоотношения и с Востоком, и с Западом. Это политика в своих собственных национальных интересах. Это политика невмешательства. А то, что происходит в Румынии, к сожалению, не может являться для нас примером по одной простой причине. Что сегодня Румыния, которая во времена Чаушеску, так скажем, ликвидировала все свои внешние задолженности, вышла на хороший уровень индустриализации страны. Что, наверное, не простило мировое финансовое сообщество. Абсолютно верно. И сегодня внешний долг Румынии, государственный долг Румынии — более 100 миллиардов евро. Эти цифры может любой желающий увидеть на сайте Национального банка Румынии. Это говорит о том, что Румыния стала стремительно терять собственную экономику. Она потерялась на региональном экономическом рынке. Она лишилась целого ряда своих производств, в том числе и, войдя в Евросоюз, потеряла одно из своих самых перспективных направлений — сахарная промышленность, практически полностью ликвидированная. Для нас этот пример — это пример того, что, во-первых, государство не должно увлекаться чрезмерным экстремизмом, борьбой с прошлым, войной с памятниками, войной с символами, не должно заниматься какими-то преступными расправами, расстрелами и так далее. Государство должно научиться дружить со своими гражданами, не делить их на правых, левых, не делить их на молодых и русскоговорящих. Государство должно уметь задействовать, использовать весь потенциал, человеческий потенциал собственной страны. И я еще раз повторюсь, для Молдовы идеальная модель — это сохранение, развитие, реальная реализация собственного нейтралитета. И понемножечку Молдова должна, конечно, восстанавливать свои отношения и экономически, найти себя на рынке. Но нет сегодня нам места на европейском рынке. Понятно, это было понятно и в 2014 году. Да он затоварен, мне кажется, собственными товарами. Да, феномен перепроизводства на европейском рынке — это сегодня одна из самых больших экономических проблем. Поэтому у них есть квоты. Нам тоже дали какие-то квоты, но нам дали квоты на товары, которые мы не производим, которые не специфичны для нашего рынка. Что касается наших специфичных продуктов и продукции, у них есть собственные страны-производители, им хватает собственного товара. Понимаю. Раз мы уже затронули снова экономическую часть нашей беседы, вернемся к правительству Республики Молдова. Буквально накануне сегодняшней встречи мы все были свидетелями такого барабурного отчета молдавского премьера о том, как за последние три года качественно изменилась национальная экономика. Но, честно говоря, мне казалось, вот я слушал человека из параллельного мира, потому что одно то, что мы видим, с чем мы сталкиваемся. Мы видим полки магазинов, заполненными европейскими товарами, но и даже товарами соседней Украины, но только не Молдовы. Там молдавского совсем мало осталось на полках наших супермаркетов. Мы видим, то есть мы слышим цифры растущих доходов наших с вами сограждан, но видим совершенно иную картину. На улицах мы видим людей, которые практически в состоянии выживания сегодня. А чего так? Как удается сегодняшнему правительству жить в других реалиях и комфортно себя ощущать? Привет. Вот, Станислав, отвечая на ваш вопрос, я вспомнил уроки математики, когда нам учителя говорили, что в хорошо поставленном вопросе уже содержится большая часть ответа. Поэтому вы абсолютно правильно сказали. Наше правительство, наши правители, они живут в абсолютно параллельной реальности и живут они там давно, во-первых, потому что они уже евроинтегрировались со всеми своими банковскими счетами, имуществом, недвижимостью. Им комфортно то, что происходит. И они оторваны от реальности, потому что им надо чаще выезжать территорию, общаться с людьми, больше понимать собственных людей, спускаться ногами на землю. Это полезно для власти. Если говорить о структуре экономики, то господин Филипп должен просто проанализировать экономику сквозь призму реальной экономики и сферы услуг, сферы публичной. И мы видим, что роль и, так скажем, составляющая реальной экономики в валовом внутреннем продукте, она реально упала в разы за эти 10 лет. То есть в нашей реальной экономике меньше производится того, что приносит серьезную добавочную стоимость, серьезную прибыль. У нас сегодня большая часть тех денег, которые крутятся в стране, это сфера услуг, а услуги, они не производят ничего. Сфера услуг, продажи, перепродажи, это ничего не приносит серьезной прибыли. Да, обслуживание другого бизнеса фактически. Да, прибыли в стране. Для того, чтобы понять структуру экономики, надо проанализировать цифры, не проценты. Проценты – это очень ложное представление мира. Надо посмотреть в реальных цифрах наш экспорт и импорт. Вот наш экспорт сегодня меньше, то есть то, что мы продаем, чем импорт. Мы сегодня покупаем больше, чем мы продаем. Поэтому Молдова беднеет из года в год, потому что мы из страны вывозим за рубеж денег больше, чем из-за рубежа приходит страна. Это раз. Второе – говорить о каком-то реальном росте доходов населения в условиях, когда инфляция опережает темпы экономического роста. Если они пытаются рисовать за счет таможни, сферы услуг, какие-то 2-2,5% роста ВВП. Но это не отражается на доходах населения. По одной простой причине, потому что реальная инфляция, она ежегодная, она опережает как минимум в 3 раза так называемые темпы роста экономики. И поэтому на фоне того, что из года в год дорожают цены на лекарства, на продукты питания, на коммунальные услуги. Мы же простой пример в парламенте демонстрировали на протяжении всего 2018 года. Молдова стала закупать газ дешевле, значительно дешевле от Газпрома, от Российской Федерации. Почему не упала реальная цена для конечного потребителя? Мы из сессии в сессию парламентскую требовали пересмотра тарифа на отопление. Потому что как бы упала цена на газ, этого не произошло. Но, соответственно, можно таких примеров приводить большое количество. Реальная жизнь людей не стала лучше. Перед выборами правительство заявило о повышении заработных плат. Прибежали в парламент с какими-то наспехами, с укомплектованными проектами сверстанными. Мы говорили о чем? Мы готовы голосовать за любое повышение зарплаты пенсий. Даже если оно носит откровенно предвыборный популистский характер. Все равно давайте. Но вопрос в чем? Придите в парламент вначале с бюджетом. Покажите источники дохода бюджета. Какие расходы. Придите с налоговой политикой, чтобы мы понимали, где эти, на каком свете будет находиться Молдова в 2019 году. Откуда мы будем брать деньги? И каким образом мы будем повышать заработные платы? Все наспех, все на бегу. И вот в этой суете, в этой спешке пришли к чему? Сейчас правительство признало, что произошли некоторые ошибки в расчетах. И они пытаются перекладывать ответственность за эти ошибки на каких-то там чиновниках на местах. Ну подождите. То есть в итоге зарплаты не будут подниматься? Виноват же Минфин. В итоге к чему пришло, что у некоторых категорий несущественно увеличилось там на какие-то процентики. А у некоторых категорий бюджетников зарплата даже стала чуть меньше. Как, например, я вот приведу пример, так я являюсь, либо являлся в уходящем парламенте вице-представителем комиссии по образованию, науке и культуре. Там, то я более, немного лучше знаю ситуацию в системе образования. У педагогов с большим дидактическим опытом зарплата осталась практически той же, а выросла зарплата у молодых специалистов. И в итоге зарплата молодых специалистов существенно приблизилась к зарплате педагогов с опытом. Но спрашивайте, если это проработали 20-30 лет, эти имеют дидактические степени, ученые степени. А, допустим, что касается директоров учебных заведений, лицеев, колледжей, гимназий, школ, зарплата у них стала даже меньше. Потому что одну составляющую повысили, какие-то компенсации, надбавки убрали, и в итоге зарплата стала меньше. Вот с чем столкнулись в реальности нынешние власти. И господин Филипп пытался это как-то объяснить какими-то ошибками в расчетах с мест. Ну, подождите, вы же Министерство финансов, правительство, парламент еще голосовал. Армия, основников все считают. И поэтому это еще раз говорит о том, что не надо такие вещи делать в спешке. Если вы хотите, если у вас искреннее отношение к людям, если вы искренне хотите продемонстрировать намерение власти увеличить доходы, начните это демонстрировать с момента прихода во власть. Не кидайте подачки под занавес. Или как можно обманывать пенсионеров? Вот мы встречаемся каждый день с людьми, и мы, так скажем, проводим встречи по месту жительства людей. Люди к нам приходят в наши офисы. И пенсионеры нас спрашивают, объясните нам, что происходит с пенсией. Объясните, что это за повышение, где, откуда. И приходят и показывают квитанции, что не получают, и просят нас объяснить, почему так. Почему увеличили незначительно базовую ставку пенсии, убрали компенсацию определенную, и в итоге повысили, допустим, на 120 лей, убрали 160, и получилось минус 40 лей. Либо тут увеличили, тут убрали, и пенсия осталась на том же уровне. И вот нам надо объяснять нашим уважаемым пенсионерам, почему здесь правительство, получается, обмануло их ожидания, либо не выполнило свои обещания. Эти вещи надо делать системно, эти вещи надо делать транспарентно, объясняя людям источники и так далее. И, конечно же, это не надо делать под занавес мандата парламента и правительства, в спешке. И при этом премьер-министр, который громко заявляет об успехе власти, сегодня приостановился в должности, потому что он является кандидатом по одному из округов. Но подожди, дорогой, ты премьер-министр, ты являешься главой исполнительной власти. Что тебе делать на одном из избирательных округов? Понимаете? Ну, может быть, уже надоело быть исполнителем, решил стать законодателем. Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской. Вот так и получается. Скорее всего. Тем более, когда у тебя есть популярность своего рода, имеется в виду маячиня в телеэфирах, различные заявления, пресс-конференции, отчеты, то как бы фигура, в общем-то, известная. Поэтому, возможно, это как раз тот ресурс, наработанный, который хотелось бы той же Демпартии использовать. Наверняка. Да. О чем еще хотелось поговорить? Смотрите, накануне тех или иных выборов всегда проходят очередные опросы населения. И знакомясь с этими опросами, пытаясь внимательно проникнуться всеми этими цифрами, начинаешь отмечать для себя такую тенденцию. Вот растет медленно, но уверенно растет доля неопределившихся граждан. Вот что это значит? Это элемент или это фактор разочарованности в политическом классе граждан Молдовы? Или, может быть, те доктрины или те программы, которые предлагает партия, не отвечают новому формирующемуся запросу сегодня у граждан Молдовы? Ну, в первую очередь, Станислав, надо говорить объективно, это недоверие людей к политикам, к политическому классу. И понятно, почему это происходит. То, что людям из выборов в выборы, из компании в компанию обещают решение проблем, обещают лучшие условия жизни. А реально по тем или иным причинам этого не происходит. Очень много обмана уже наши люди услышали. И левый фланг, который там проголосовали за коммунистов, дали там более 20 мандатов. 14 депутатов, 15 депутатов ушло в правящий альянс демократов Владимира Плохотнюка. Проголосовали на правом фланге за Филата, вот депутаты все перекочевали сюда же. Там своя делегация, да. У ГИМПу две трети ушло, увели депутатов в итоге. Не та власть, за которую голосовали люди, раз. Второе, ну, конечно, это весь этот большой миф, большой обман с так называемой европейской интеграцией. Люди поняли, что по сути мы никуда не двигаемся, что стало еще хуже. Поэтому люди, в принципе, в целом, людям свойственно не верить, не верить политикам. В том числе, хочу сказать, и нам приходится очень много постоянно отвечать на вопросы, потому что на нас сегодня нападают те же коммунисты, которые потребовали от Центральной избирательной комиссии снять нас с выборов. И это сегодня вся роль партии коммунистов и лично ее представителя Владимира Николаевича Воронина. Это 24 часа в сутки нападать на социалистов и на президента страны. Это сегодня все остальные спойлеры на левом фланге. Это вот эта партия Илона Шора, которая занимается ежедневно теми вещами, которыми не должна заниматься политическая партия. Но задача этого проекта и почему власть этот проект запустила, отнять от социалистов большое количество голосов. Это партия Рената Усатова, которая 24 часа в сутки просто поливает нас из бронзбойта в грязью и какой-то коричневой субстанцией. А справа фланга на нас социалистов все нападки, потому что этот блок ЛДПМ-2, Майя Санду и Андрей и Анастасия, мы для них основной конкурент и каждый день они занимаются исключительно нами. Демократы видят в нас самые большие угрозы, поэтому запущены все эти. И нам каждый день приходится отвечать на вопросы людей вот тот сказал это, тот сказал это и так далее. Каждый день приходится отбивать вот эти все нападки, эти все вещи. Ну и конечно вот в целом поведение политиков и политических партий, которые ничего не могут продемонстрировать с точки зрения собственного потенциала, что вот мы что мы сделали и что мы сделаем. И лишь вот это вечное закидывание грязи на вентилятор, конечно, это людей очень здорово вводит из равновесия и многие люди просто дезориентированы, потеряны. Опять же, никогда в Молдове не было так много технологий, так много телевидения и так много потоков информации. И конечно многие люди потеряны, им трудно определиться со своим выбором. Плюс надо говорить о том, что большое количество людей за границей, активного населения. И конечно, конечно, есть недовольство у этих людей, которые уехали, у тех, кто остался. Это поломанные семьи, поломанные судьбы. Поэтому у людей есть в принципе в целом усталость от политиков, разочарование во власти, в оппозиции, в том, что происходит в стране, и людей в принципе лишают ориентиров. Я думаю, это тоже одна из технологий, когда людей просто полностью дезориентируют, путают таким образом, чтобы вызвать в том числе и какой-то абсинтиизм, неприсутствие, неявка на выборы. Но мы все-таки верим в то, что люди сумеют стряхнуться и сумеют отделить зерна от плевел и в конечном итоге убрать из власти всех тех участников режима, которые за 10 лет довели Молдову до такого состояния. Другой вопрос, что многие люди готовы и сегодня голосовать, допустим, за ЛДПМ-2. Но знаете, это из серии. Как можно объяснить, что можно объяснить, что в голове избирателя, который четыре раза избирал генеральным примаром Кишинева Дарина Киртуак. Понимаете, понятие «постичь» вот эту ментальность, эту логику тут мне не представляется, возможно. Поэтому людям действительно надо суметь осмыслить ситуацию и дать возможность прийти во власть тем, кто не участвовал в этом десятилетней вакханалии, в десятилетней процессе, процедуре разгостросления Молдовы, ликвидации экономики и так далее. Для меня лично такое выражение, или точнее нежелание участия в выборах и одновременно голосование, тот пример, который вы привели, голосование за примара, который целенаправленно превращал Кишинев в европейскую деревню, даже хуже, мне кажется, это сродни такому феномену, как инфантилизм. Потому что здесь желание, им казалось бы, мы будем таким образом защищены. Будут защищены наши привычки, щелкать семечки на улицах и гадить троллейбусы. Мы будем защищены в своем мире такой повседневной посредственности. И руководить этим миром будут наши. Да, будут наши. И вот они наши, они там откуда-то из нашей деревни. И они нам понятны. Это одна форма инфантильности. А вот другая форма, это, ну не буду я в этом всем участвовать, потому что все равно без меня все решат. Да, то есть очень по-детски, очень безответственно. И вот вопрос такого рода. Вы общаетесь сегодня очень плотно с гражданами, вы встречаетесь с избирателями. И с теми, кто потенциально готов проголосовать за партию социалистов. И с теми, кто не готов голосовать или готов голосовать за ваших оппонентов. Тем не менее, вот чувствуете формирование какого-то, ну запроса в сегодняшнем молдавском государстве, в сообществе, формирование на что-то, ну не знаю, сродни сильной власти или может быть ответственной власти. И как это передать, вот это чувство ответственности передать сегодня каждому гражданину Республики Молдова, что в общем-то ответственность это, ну та плата, которая, ну или даже аванс, наверное, за будущий успех. Вот взять на себя этот труд. Ну, у людей все равно надежда есть и при всех встречах в любом случае, да, даже если встреча начинается там негативно, с каких-то претензий и так далее. Ну, с людьми надо разговаривать, люди имеют право высказывать какие-то свои претензии, люди имеют право критиковать то, что есть наверняка за что. Вот, но тем менее надежда есть у людей, все равно люди хотят верить, что будет по-другому, что будет более ответственная власть, что будет реальная борьба декларативная с коррупцией, что кто-то наведет порядок, что кто-то восстановит справедливость, вернет какие-то предприятия, которые ушли с молотка за копейки, что кто-то заставит компенсировать, да, ущерб от тех краж банковских, и не только банковских. И, конечно, люди хотят видеть реальные перемены во власти. Действительно, люди поддерживали инициативу президента страны Игоря Дадона в 2017 году, когда он инициировал референдум по сокращению количества депутатов парламента. Идею, которую запилил Конституционный суд, и потом демократы у нас просто свистнули. Да, они это умеют делать, но при этом их референдум не будет иметь уже никакой юридической реализации. Люди хотят и поддерживают идею более жесткой власти, более централизованной, то есть перехода к президентской республике, при которой президент, избираемый всенародно, будет главой исполнительной власти. То, что у людей понятно, что есть отвращение по отношению к политической коррупции, по отношению к вот этой миграции парламентской. Люди поддерживают нашу идею запрета политической миграции. То есть депутат при выходе из фракции, по спискам которой он был избран, он теряет мандат. Люди хотят видеть реальное сокращение всей этой государственной махины, но при этом, чтобы она была более эффективной. И, конечно же, люди хотят той власти, которая не будет позволять ликвидировать госимущество, государственные доходы. Ведь, вы посмотрите, тот же аэропорт, он был прибыльным. И сегодня, кстати, в аэропорту, который контролирует ШОР, продолжают собирать таксу 9 евро за каждого пассажира. Понимаете? То есть есть этот аэропортный сбор. Но подождите, если собирали эти 9 евро и раньше, и аэропорт был прибыльный, зачем государство его кому-то отдало? И кто-то продолжает собирать эти деньги, но уже в частный карман. Ведь это может идти в государственную копилку. Был прибыльным не только аэропорт, железная дорога, табачный комбинат, белые аэст предприятия. Многие те предприятия, которые сегодня выставлены на продажу, либо уже отданы в концессию и так далее. Люди хотят, чтобы кто-то навел порядок и с государственной собственностью. Ведь если у государства не будет доходов, то, соответственно, и граждане будут нищенствовать. У Карла Маркса в «Капитале» сказано о том, что основа капитализма – это как раз в изъятие у государства прибыльных предприятий и возвращение государства уже предприятий неприбыльных. Для того, чтобы сохранить рабочие места и повесить на государство заботу об этих рабочих местах. Влад, спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Стас. Время бежит быстро. Я надеюсь, что нашим зрителям все-таки удается правильно ориентироваться в этом многообразии как информационных потоков, так и политических направлений и течений. И, в общем-то, это позволит сделать правильный выбор. В целом, для Республики Молдова не столько частный правильный выбор, сколько общегосударственный правильный выбор. Мы будем помогать. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батренч. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин